Вы говорите о том, что 400 человек примерно... Больше. Больше. То есть, потому что здесь условий нет для работы и платят меньше. Это в переводе на русский язык. Все правильно. Платят меньше, это даже не сказать меньше, это просто даже смешно. Почему тогда, когда приглашают футбольного тренера из другой страны, ему платят гонорар, как я понимаю, вполне сопоставимый с мировым рынком? Почему такого не может происходить в фигурном катании? Объясните мне, пожалуйста. Знаете, я сама не могу найти этого объяснения. Да, потому что, ну, есть какие-то сильные клубы, да, они заинтересованы в тренерах. Это вообще позор, что мы приглашаем тренеров. Наша страна вообще культивировала тренеров. У нас есть учебные заведения, которые готовили тренеров, понимаете? У нас в футболе был бесков вообще-то. И были еще старости, но у нас в хоккее был Тарасов, понимаете? И Чернышев, и вообще, так сказать, были люди. Мы скоро... Это что такое? То есть у вас нет ответа на этот вопрос? У меня нет ответа на этот вопрос, потому что я сама получаю нищенскую зарплату. Тогда я... И я не хочу даже про это говорить. Хорошо, по-другому. Если у нас педагогом, я педагог, у нас педагоги находятся в униженном положении. Друг? Ну, тренеры вот каких-то направлений, да, они, ну, это сами себя обеспечивают. У нас сами себя обеспечивают тренеры. Но мы тоже заслужили, чтобы хотя бы на старости лет к нам повернулся кто-нибудь лицом. Я не знаю, кто к нам должен повернуться лицом. Ну, теперь, видимо, Антон Сихарулидзе повернется. Наверное, он позаботится. Вот, наверное. А позаботится ли он о том, о чем я хочу сейчас вас спросить? О льде. Потому что, как я понимаю, лед, это в вашем деле, ну, основное, правильно? Да, лед стоит дорого. Лед стоит дорого. Вот вы работали некоторое время в Соединенных Штатах. Я знаю, что в Канаде фигурное катание очень популярно. Вот вы могли бы так, навскидку сказать, где больше катков? В Северной Америке? В Канаде, в Америке, конечно, чем у нас. У нас сейчас начали строить катки. Все-таки. Я очень много катков открывала, начали строить катки. Значит, все-таки перспектива открывается. Перспектива есть, какая-то есть. Открывается какая-то перспектива. И, может быть, будут приглашать тренеров наших. Может быть, там будут давать какие-то условия создавать. И будут школы по всей стране, как они и были. Все-таки была в Челябинске, была в Свердловске школа. Сейчас, в общем, нет нигде. Как наши здесь живут, вот честно вам говорю, я даже не могу вам передать. Вот мне уже надоело это говорить. Вот я говорю Фетисову, он мне говорит, ты мне надоела. Но я-то ему надоела, понятное дело, потому что я с одним и тем же вопросом. Вот приезжают мамы со способными детьми. Раньше у нас были какие-то интернаты. Понимаете, все. Вот они снимают вместе с пьяницами комнаты. Комнаты. Там варят своим детям для того, чтобы они здесь ходили к тренерам и катались. Вот это же не год, не два, не три. И, понимаете, это не в сказке сказать, не пером описать, как сейчас делается результат. Вот какой позор, понимаете, по сравнению с каким-то футболом или хоккеем, который весь вообще проигрался. И никто не берет их ни на стипендии нормальные. Фетисову стипендию платят, которая равна пенсии. Как можно ребенка, который тренируется 6 часов в день, на эту стипендию прокормить? Вот скажите, недавно закончился чемпионат России по фигурному катанию. Как его результаты скажутся на шансах нашей команды на будущей Олимпиаде в Ванкувере? Вы знаете, мне понравился чемпионат. Не весь, конечно, но понравился. Это трудно. Мне казалось, что он будет менее интересный. У мужиков была борьба. То есть, если Женя Плющенко возвратится... Он возвратится? А вот. Тяжело ему будет. Просто самому, не то, что какая-то конкуренция. Просто, понимаете, самому прийти опять в форму, много сбросить веса, начать тренироваться. Так плотно. Но он хочет... Он сидел там на трибунах. Да, он приходил. Я его тоже видела. Он приходил и давал интервью, сказал, что я возвращаюсь. Вообще, такие парни не бросают слова на ветер. Он все-таки человек серьезный. А есть у него шансы, если он вернется? Да. У таких гений всегда есть шанс. Гений? Да. А кого еще вы можете... Секундочку. Прости, Ильдар. И Леша. И Леша. То есть, два гения у нас. Вот это соцработало, я хотел спросить. И вот у нас появился у Леши Урманова. Вот понимаете как? Вот Леша Урманов, он воспитанник Мишина. И вот Леша Урманов уже работает 10 лет. И вот у него появился ученик. Это не бывает так тоже сразу. Сразу, я не знаю, так быстро, что только кошки родятся. Понимаете? А объясните, вот в чем гениальность Плющенко, как фигуриста? Ну, талант. Ну, талант. Ну, а чем он отличается от Ягудина? От Ягудина. Вот что есть у Плющенко такого, чего нет у Ягудина? Нет, у этих двух у них все есть. У них есть все. Понимаете, они умеют все. У них есть еще такая концентрация воли, замешанная на фантастическом азарте. У них есть желание учиться. Сделать. Сделать. Вот это надо сделать. Понимаете? Вы читали книжку Ягудина на пролом? Нет, еще не читала. Он еще мне ее не подарил. А написал, да, что там мне посвящается. Я его просто... А он вообще по характеру на пролом? Он вообще очень разный, Алеша. Он и очень спокойный, и такой флегма, да. И силой невероятной вот эту вашу стену может сейчас сломать, разнести. Все, понимаете? А до соревнований так охочь до соревнований. Любит их. Ведь это нужно соревнования любить. Любить, не бояться их, не трястись, а любить он всегда хотел туда. Он стал сейчас фигурой мегапопулярной после телевизионных проектов. И я, может быть, и не очень хотел это знать, но во всех газетах мне написали, что он собирается жениться. Я прошу прощения, поскольку вы человеком очень близкий. Знаете, я еще на свадьбу не приглашена. Я думаю, что он меня пригласит на свадьбу. А он с вами посоветовался? Ну, вы знаете, я думаю, что вообще, какой я ему советчик. Я считаю, что любовь. Никогда не надо советоваться ни с кем. Надо делать то, что ты хочешь. Ну, у нас есть только один советчик. Это реклама на Первом канале.